Елена Доронина руководит частной общеобразовательной школой «Светоч». Учреждение носит имя ее сына Антона Доронина, погибшего в военных действиях на территории Северокавказского региона и посмертно награжденного Орденом Мужества. Школа успешная, но не можем мы в полном объеме выдать детям то, что мы могли бы, если бы это было свое здание. Вы понимаете, мы не можем развернуть детский медицинский кабинет, мы не можем развернуть там хороший спортзал, потому что все это в аренде. Мечта коллектива школы – собственное здание на арендованной или приобретенной у муниципалитета земле. Проект, безусловно, важный, но дорогостоящий. На одного ученика для строительства школы в готовом виде получается миллион рублей. То есть, если мы с вами говорим, что у вас, допустим… Вот у меня 100 учеников на сегодня. 100 учеников, значит, чтобы… А нужно, чтобы было 300. 300. Вот чтобы школу построить на 300, это примерно надо 300 миллионов. Чтобы она работала, была светлая, соответствовала всем требованиям, надо миллион. Есть у вас инвестор такой, который готов вам построить? По пути поиска инвесторов идет и муниципалитет. Глава убежден, застройщики должны слышать нужды города-курорта. Просьбу Елены Дорониной Юрий Поляков принял во внимание. Городские власти рассмотрят возможность помочь школе. Я не знаю.